вот смотри мы даже пришли прям ровненько туда куда надо вот он обед буфет справа причем я вообще не знала куда мы идем а пришли именно по месту так сейчас посмотрим разберемся что здесь у нас за система места свободные есть нам будут руки помыть там туалет у них интересно есть должен наверно быть хорошее место мы пойдем смотреть на это хорошее место здесь приходишь берешь поднос мы с тобой один на двоих берем как нести будем так здесь салаты посередине это соус и какие-то или смузи а ты котлету хочешь драники да не должны быть таких котлет пойдем дальше он там еще есть из утки ты не хочешь котлету из утки здесь где-нибудь определимся вон котлет шашлыки и машинки вот котлеты должно быть не цель корень и вот шуцель корень и то что доктор прописал есть капуста есть рис есть еще какие-то шницель крокеты и заведение очень большой вот это вот ресторан очень похож на грабли как у нас по такому же принципу сделано напитки уже подороже чем столовой номер один ну какой берем морс малиновый надо берем нет морс из клюквы брусники морс из черной смородины и лимба малиновый морс вашу то полезное пепси малиновый так здесь сразу не сориентируешь обед место атмосферное но мне честно столовая больше давай не понравилось которая столовая мы посещаем место но смысле не знаю выбора побольше попроще получше здесь как-то непонятно немного непонятно куда какую сторону идти но все есть взяли с вами куриную куриный бештекс гречку кетчуп шницель да по блинчику морс вишневый и все это дело у нас обошлось 815 рублей а в столовой максимально там ленты еды можно набрать на 500 рублей в общем ну попробую хотя бы котлету там котлета вкусная здесь или нет вкусная но слава богу я туда уже проголодалась потому что у нас уже времени половина четвертого то есть у нас непонятно то ли обед то ли ужин обед совмещенный с ужином уже потому что на ужин может что-то такое возьмем в номер что здесь об этом у показался самым вкусным почему-то я так думаю что потому что котлета на напоминает наггет скорее всего да это мастер-класс что-то от блогера того что ли сколько молодежи раз молодежь значит наверное я не поняла как просмотра шанс просто не слышно мы решили мы до казанского собора уже с вами пешком нити по дождичку а доехать на троллейбусе а обратно уже я не знаю то ли на метро то ли на такси поедем посмотрим здесь уж я так знаю что прямой никуда не заблудишься все-таки хочется посмотреть на казанский собор я очень хотела попасть в казанский собор для того чтобы увидеть икону казанской божьей матери потому что икона это было очень в смысле не было она и есть она очень древняя была обретена в казани в 1579 году после пожара который уничтожил половину города легенда гласит что богородица явилась во сне девятилетней матроне и указала место где спрятана иконы икону обнаружили на глубине метра завернутую в рукав мужской рубашки по свидетельствам очевидцев икона сияла как только что написано икона очень сильная поверьте мне то есть когда я к ней подошла это буря каких-то эмоций возникает очень чудо наконец-то мы попали в собор казанский собор здесь вот это вот икона казанская икона в божьей матери к ней очередь идет большая но я хочу ее отстоять сейчас постоять попросить очередь очень большая тоже собор конечно красоты не обещаю свечи от другой свечи поджигают час на стол подожжем подожди просто посмотреть хотела смотреться вход свободный кстати в храм поэтому прийти может абсолютно бесплатно любой желающий поставить свечку своему святому вань дальше дальше пойдем но мы там поставим сейчас свечи свечу я матронушку нам найти сейчас подожди какая красивая икона здесь здесь конечно снимать нельзя но ваня тоже хочет подойти к коне вышли мы из собора ваня там тоже проникся на удивление все у меня спрашивал как креститься как что делать как свечки ставить но я что хочу сказать что здесь конечно же самое главное вера снимать ясно дело в таких местах нельзя но просто хочу поделиться что когда я подошла к иконе я чуть ли не заплакала я не знаю почему я не знаю какие аналоговые чувства и эмоции вызывает икона но икона это очень старая вообще сам собор в 1811 году построен за год до наполеона нападение наполеона и прям но такое вот место она реально такой намолено очень сильная энергетическая ваня выйди пожалуйста смотрите что делает там лужи он по лужам идет мало того что сегодня метрище такой сильный дождь льет и он еще и по лужам идет посмотреть хочется очень много но к сожалению не так много дней а когда не так много дней ты соответственно не не так много можешь посмотреть особенно с ребенком сейчас отправляемся домой на на промокли до ноги и сказал отойди от лужи отправляемся домой а я слышу сейчас как всегда уличную какую-то музыку здесь не запрещено в москве запрещено как митинги считают но я во всяком случае не знаю мало для меня это редкость но я в центре бываю в москве мало а здесь это как основа основ раньше у нас на арбате очень часто такое было сейчас запретили трое то у нас невский проспект по моему давай 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 нам так интересно с этими жетончиками необычно что жетончики потому что у нас карты уже давно у нас сейчас метро чернышевского вань конечно здесь метро немножко другое в том плане что схема у нас круговая здесь немножко по-другому я все никак сообразить не могу еще иногда закрытые станции куда как уехать не ну так ты разбираешься понятное дело совсем очень длинные здесь эскалаторы метро метро очень красиво сейчас схемку достанем посмотрим куда ехать здесь вот видите получается либо тебе ну то есть если схема не знаешь какая тебе станция нужна рыбацкая допустим с одной стороны с другой беговая а нам промежуточная нужно нужно понимать какую сторону идти если бы они были бы все написаны было бы удобнее так гораздо здесь закрытые видите вагон его допустим пришли ваня руку руку снесу вот но здесь вот уже дальше перечисление идут видите нам сейчас маяковская нужно потом перейти на другую ветку мы уже не будем забегать следующего подошли все лишь закрывается пищит закрывается интересные станции но это не все такие вот закрывающиеся здесь в центре а дальше там точно так уж как у нас сейчас маяковска это одна из самых красивых станций здесь но я слышала это я не знаю а станция метро маяковская так вань нам надо чернышевску он туда направо давай уже на следующем поедем не побежим очень красивая станция метро бесподобно прям вот это все арками сделано ажурный резной узор наверху здесь круги такие интересные и открытая слава богу не то за дверями ну что уже не побежим я не знаю какой динамик я уже устала сегодня прям не могу укатали сивку крутые горки что-то сегодня мы исходились очень много пешком богатенько у вани когда он ходит сил нет домой приходит у него как будто без него вселяется ему нужно носиться прыгать скакать тут все остальное богатым когда это идет в общем впечатление от питера конечно очень много но здесь гораздо больше дней нужно провести чтобы составить ну чтобы посмотреть чтобы посмотреть как можно больше посмотреть ну и конечно денег тоже знаете ограниченный запас потому что любой музей вход в музей стоит денег и денег не маленьких где 800 рублей 600 рублей где 400 рублей на двоих на двоих получается дороже вместе с вами вот но в любом случае вот что смогли то мы успели вот что касается вот этой гостиницы номер здесь просторней сама гостиница чистенько уютненько но расположение конечно вот там где мы были прежде гораздо удобнее потому что там рядом метро и невский а невский это сама по себе достопримечательность питера я так думал потому что это просто идешь по невскому получаешь удовольствие эстетическое удовольствие от созерцания от разных домов очень-очень с красивой архитектурой и вот все но считайте все достопримечательности и вообще невский проспект он упирается собственно говоря во все самое главное вот поэтому лучше селиться если вдруг кто-то так же как и мы новички едут лучше на невском где-нибудь на невском проспекте и будет вам счастье чтобы вот так вот но тут не тоже недалеко одна станция но тем не менее вот сейчас допустим магазин нам нужен чай нам надо было купить здесь рядом поблизости может он где-то и есть но вот на этой улице только красная и белая но нашли там все кое-что что вайн тут какой район самый как бы у нас зеленограде 14 здесь какой здесь улицы какой район здесь улицы здесь улицы улицы потому что старый город ой ваня меня сегодня тоже уже умотал вот этими разговорами мы стоим с ним в храме соборе вот в там казанском там такая тишина идиллия спокойствие умиротворения ваня мам а это как мам а это как мам а это куда мам а я правильно сделаю себе пока мам а если я не поклонюсь мама если я два раза поклонюсь мама если я не поклоню и это в общем по моему не только меня с ума но и женщину которая стояла впереди я ему груну помолчи ну что ты уже опять опять а вообще-то ты четыре раза сказала а ты десять раз сказал пока ты в очереди стоял что женщина уже спел я он говорит мам кому мы стоим но я ему объясняю кому мы стоим что это иконы это очень очень древний очень старая икона очень мощная икона что ваня а вот матрона игру на матрона здесь тоже есть гру хочешь иди походи посмотри женщина не удержать идите где я вас запомнила я вас очень хорошо запомнила идите говорит вы потом придете в очередь походите посмотреть посмотрите что здесь и как ну вот мы пошли к матронушке да тоже подошли вообще конечно хотелось мне еще и сакиевский посмотреть хотелось посмотреть юсуповский дворец хотелось еще много всего но к сожалению невозможно объять необъятное хочу сказать что если что первый раз салду бабу вот стоял покупала себе вещи а я вот стоят вот друзья сам первый раз очень-очень молодец прям какой-то ты сам первый раз купил себе сегодня мамдэмс на свои деньги собственные еще вот таким вот образом прошел наш сегодняшний день день замечательный усталость усталость она приятная сейчас желание одно пойти принять как всегда душ завалить в кровать посмотреть что такое интересное потому что уже вот идти больше сил нет никаких а сколько времени на 7 час уже так было вот на улице погода сегодня я говорю 7 час 6 18 01 это уже одна минута 7 6 часов уже есть в общем ветер забывает на улице мчс прислали на предупреждение сегодня уже раз двадцать но вообще потом хотелось бы поделиться с вами впечатлениями а питер сам о петербурге а молодежи в петербурге один раз вчера прослали один всего раз сегодня а таксистах общем обо всем хочется с вами поговорить но это уже наверно будет тема до следующего видео так что всем как всегда хорошего настроения добра позитива обязательно увидимся с вами вновь в следующем блоге пока пока подоговорим за жизнь без тропа без пустого есть слово тут друзей честное слово расскажи о себе это жизнь не кино и не важно кто выйдет героем сцены жизни своей как картинки из снов иногда не дают нам покоя словно был ты собой а быть может не ты из вчерашнего в мир этот вышел